Чуть больше месяца осталось до того момента, как все мы переведем стрелки на циферблатах на один час. И с первого марта все казахстанцы будут жить в стране по одному времени. Сейчас у нас два часовых пояса UTC5 и UTC6. Большая часть населения Казахстана, за исключением западных регионов, живет, опережая географическое время. В поясе UTC6. Такому состоянию есть даже научное определение десинхроз и, как его следствие, сбой биологических ритмов людей и обострение целого ряда заболеваний. Кроме того, из-за десинхроза происходят техногенные происшествия. На неделе инициативная группа казахстанцев выступила с заявлением, что временные нововведения положительно скажутся и на здоровье молодого поколения. Им не придется, просыпаясь ранним утром, идти в школу в полной темноте. Моя коллега Батагос Айджанова с подробностями. Абу, вставай. Может, не надо. Десятилетний Абель Мансур Кусаин учится в четвертом классе в Астане. Будни школьника расписаны по графику. С понедельника по пятницу подъем ровно в 7.20. Нужно умыться, позавтракать, надеть школьную форму, верхнюю одежду. А уже в 8.00 начинается первый урок. Каждые пять минут играют роль. А вот хорошее настроение с утра не всегда гарантировано. Зимой еще сложнее просыпаться. Темнота за окном. Так и хочется еще чуть-чуть подремать. Я бы обрадовался, если бы школа начиналась не в 8, а в 9. А просыпался я не в 7, а в 8. Тогда мне было бы легче вставать. Сейчас у меня уроки в 8 утра, и я более рассеянный. Такая идея пришлась по душе и другим школьникам. Наука уверяет, подросткам рекомендуется проводить во сне минимум 9 часов, а детям с 6-7 лет по 12 часов. Во сне мы проживаем пять фаз. Первая, вторая, третья и четвертая. Это фазы медленного сна. Пятая фаза – быстрого сна, где происходит перезагрузка памяти, обработка информации в мозгу, что отвечает за мышление и интеллект. И когда мы будем детей раньше восхода, то и лишаем их этой фазы. Поэтому первые два урока в школе проходят бесполезно, уверяют специалисты. Управление образования, акиматы, госслужащие. Мы начинаем 9. Я бы посмотрел на их состояние через 2 недели, если бы они начинали темными утрами и вставали 7, еще когда темно, и сидели бы на работе в 8 часов. Поэтому здесь мы, взрослые, не учитываем, что есть особенности детского снага. Впрочем, смена часового пояса, как выяснилось, влияет на разные сферы нашей жизни. Исследовательская работа по изучению переноса времени в Казахстане велась в 2020 года, но была приостановлена из-за пандемии. И только в 2023 году эту работу возобновили. И вот решение принято. В ночь с 29 февраля на 1 марта этого года Астана, Алматы, Шымкент и еще 12 регионов страны должны перевести время на час назад. Большую часть страны, в которой ЕЧС-6 живет, на час назад в стрелке переводим. Тем самым мы будем жить к часовому поясу, наиболее близкому к солнцу. А это, ученые говорят, положительно влияет на здоровье. Тем самым у нас получается единый часовой пояс в стране. То есть с западными регионами у нас будет один часовой пояс, что очень удобно для экономики, для бизнеса, для коммуникации, и для транспорта, и для управления государством. На данный момент в стране применяется два часовых пояса UTC-5 и UTC-6. Сейчас значительная часть граждан Казахстана опережает свое географическое время. По мнению группы казахстанских исследователей, применение опережающего времени обостряет ряд заболеваний из-за сбоя циркадных ритмов. Такой процесс называется десинхроз. Следствие – накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушение сна, расстройство пищеварения. Так и получилось, что у нас онкологический, кардиологический инсульт, то есть воскулярные заболевания, суициды, разводы очень много стало. Почему? Потому что это влияет на психоэмоциональное состояние. Амир Куат теме часовых поясов посвятил порядка 20 лет своей карьеры. Изучал вплоть до того, как смена часовых поясов влияет на клетки человека. Опережение времени сильно влияет на организм, так и на окружающую среду, делится биотехнолог. Как показывает практика, промышленность очень пагубно влияет на организм человека и как могут происходить как техногенные, так и человеческого фактора катастрофы. Мнения жителей страны разделились. В северном регионе новость восприняли положительно. Конечно, первое время будет тяжело перестраивать организм, биологические часы на час позже. Но, с другой стороны, когда мы приукнем к этому, это положительно может казаться на час дольше поспать. Это большая работа, проведенная активистами Кустная область. Это будет положительно сказываться и на рабочих процессах людей, и на биологической активности, и на здоровье населения. Жители области этого ждали. И, к тому же, это природно, биологически правильно. Мне кажется, наш организм ощутит эту разницу и будет нам благодарен за это решение. К слову, именно кустанайцы, глядя на жителей Казалардинской области, давно просят изменить время и перевести стрелки на час назад. Для кустанайцы это очень была серьезная и актуальная проблема. Разница достигала, в сападных районах достигала двух часов с природным временем. Фактически полдень наступал два часа дня. До десяти часов сейчас не расцветает. То есть фактически это ночь, но нормативно у нас утро. Мы детей поднимаем, отводим в школу, в детский сад. Они там на первых уроках спят. А в Восточном Казахстане сомневается в эффективности перехода на другое время. Якобы световой день станет короче. Привыкли уже так. Ну, видимо, раз так нужно, то нужно, значит. Зимнее время суток. Получается, у нас вообще с темноты до темноты будет. Вот у нас световой день очень сильно сократится. Люди совсем привыкли уже к другому времени. Мы привыкли жить, как бы. Я сама стою рано и привыкла. В парламенте стараются всех успокоить. Там считают, что страхи казахстанцев на Востоке не оправданы. От того, что мы переводим стрелки, солнечный день на самом деле не меняется. И ночь какой протяженности была, и день какой протяженности была, он остается. Половина Восточного Казахстана, Восточно-Казахстанской области, находится географически в UTC плюс 5. И только самые крайние восточные районы находятся в UTC плюс 6. Осенью 2022 года в Барселоне состоялась конференция по применению здорового времени. Принят мировой научный консенсус. Для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени. Вопрос правильного исчисления времени – тема активного обсуждения представителей мировой науки. Казахстанцы пока такой перевод воспринимают с некой долей скептицизма, хотя опыт перевода часов на зимнее или же летнее время всем знаком. Уже через 32 дня в стране будет действовать единый часовой пояс. Ученые уверены, что дополнительный час сна еще никому не вредил.